Музыка По нашим данным в 2007 году было благоприятное стечение обстоятельств. Мы имели контакт и с властью, и с народом. У нас было 16% в 2007 году, по нашим данным. Но сейчас будет зависеть от того, как административный ресурс будет вести себя. Ну вот я секрета большого не выдам, наверное, я буду говорить с руководством страны, вот еду и буду говорить. Если это опять так же будет, ведь инстинкт самосохранения должно быть у самой власти. Если мы хотим страну стабильно делать, нам не надо замыкаться на однопартийном парламенте. Или же на двух партиях. Президент сказал не менее двух партий, а сатрапы, его говорят, две партии только. Почему в Узбекистане пять партий? А почему в Китае при руководящей роли коммунистической партии пять-шесть партий? Почему в России пять-семь партий? А почему у нас только одна или две партии? Что у нас? Проблемы нет, которые надо публично обсудить и найти решение. Важно не как проголосовать, а важно как взять его и посчитать. Вот за три дня в 2007 году до голосования я слушал, собрал Аким одной из областей, не буду говорить по фамилии, и говорить всем сельским Акимам. Вот вы знаете, что в городах контроль большой, всяких комиссий много, международных. Но чтобы мы нашей правящей партией 90% лишним сделать, вы сельские Акимы должны в своих округах обеспечить голоса не менее 95%. Если тот же, вот мои члены партии, ученые, пойдут в Нур-Атан, они будут должны говорить то, что скажут им сказать. Если они будут говорить то, что надо, то, что созрело, их печатать не будут. Я никогда не думал, вот такие вот экстремистские организации, а сейчас говорят, о, вот столько подпольных организаций. Откуда возникло это? Я, например, формировался в советское время. И я сейчас поражаюсь. Те же лидеры коммунистической партии Советского Союза, областные лидеры, районные лидеры. Сейчас они все стали чуть ли не мулами. Они все сейчас, с чего только не делают. Некоторые даже попытаются разговаривать с Богом и получают оттуда сигналы. В чем дело? Я тоже это волнуют. И меня, раньше я дополагал, как и многие другие, что молодежь может уходить от безысходности. Нет работы, нет доходов. И поэтому они вынуждены сейчас все-таки работают эти силы. Я не говорю там, какое-то арабское государство, но есть отдельные силы, может, которые материально это, вот такое движение лоха, битвы и так далее, подпитывают. Ну а сейчас я убеждаюсь, что и в городах довольно обеспеченные дети из обеспеченных семей одевают вот эти вот хиджабы девочки. Мне вот вчера, сегодня я общался со студентами. Они говорят, вы знаете, что наши девочки в кафе ходят, пьют, гуляют, а потом приходят на нас. В чем дело? Я думаю, что здесь, конечно, мы упустили немного с идеологической работы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!